Дхарма-санка, санки-учители, вневлющие мудрости, склоняясь перед всеми любящими сангами Дхармы, звуча в унисон с истинной Дхармой, учителем и путем. Пусть мир реализует сущность Дхармы, и пусть все существа мира будут удовлетворены высшей мудростью этого великого пути Май-трели, имеющего форму освобождения и спасения. Наука сущности Дхармы очень глубока и не имеет границ. Для того, чтобы реализовать истинную Дхарму и сущность, необходимо воплотить сущность собой. И сущность Дхармы не ограничена только этим миром, но пребывает во всем сущем. Пусть люди осознают, что этот мир является лишь одной возможностью для того, чтобы реализовать сущность. На некоторых деревьях, даже если распускается несчетное количество цветов, лишь ограниченное число плодов достигает своей естественной формы. Таким же образом, лишь немногие люди достигают Дхармы. Тем не менее, цветы, упавшие на пути истинной Дхармы, также обладают существованием и величием, и каждый из плодов создается, чтобы иметь свою собственную отличительную особенность и добродетель Дхармы. Основная цель человеческого мира и жизни — быть в верности истинной Дхармы и, достигая сущности Дхармы, быть поглощенными лишь в освобождении и спасении. Учитель исполняет свою собственную Дхарму. Путь дается миру, но даже при этом ответственность за принятие каждого шага вперед на пути является собственным индивидуальным поиском человека. имеет ли тот путь, которому следует форму сущности освобождения и спасения? Это еще один чрезвычайно личный поиск самого человека. Для человека, остающегося далеко от пути Майтри, независимо от того, какая практика выполняется в жизни Ваи Медхармы, достижение истинной сущности, базирующейся в сущем, невозможно. И те на пути, не допускающем образование освобождения и спасения, не могут даже назвать его путем. Это было лишь простым развлечением временного мира. В мирских путях эго и желания людей поддерживаются, как и всегда, и различные пустяковые средства, что применяются, отдаляют жаждущих людей от истинного учителя и пути. Люди не хотят идти по тому пути, что не принимают эгоизма и желаний. Но по иронии каждый человек обладает пониманием во внутреннем голосе сознания о том, куда, какой путь ведет, является ли человек просветленным или нет, и что необходимо перенести, определяется согласно накопленной заслуге каждой души, путешествующей по пути, явленному учителем. Тем не менее, это будет так. Продолжайте путешествие только ваше. Будучи поглощенным атрибутами сущности дхармы, осознавая пороки эгоизма и желаний, человек может быть освобожден от мира. Для того, чтобы сделать это, человеку нужно непрерывно усердствовать в дхарме до последнего момента жизни. Пусть же весь мир примет к сердцу эта мудрость Майтри и пробудится. Пусть все существа исполнятся любви и мира. Да будет так. Озвучено студией Shantik при содействии kanag.ru